Привет, мои хорошие! Рада новой встрече с вами! Сегодня я приготовила много интересного для вас. Секреты красоты и молодости – это вечные темы. И сегодняшнюю тему важно знать и помнить каждой женщине и девушке. А поговорим мы о применении разных натуральных масел, а также эфирные масла в уходе за кожей лица. Все это волшебные средства. Если вам важно выглядеть на все 100, тогда смотрите это видео до конца. Для понимания и для того, чтобы разобраться в этой теме, сперва нужно узнать, что такое эфирные масла и что такое обычные базовые. Базовые масла – это обычные натуральные растительные масла, основанные на жирах. Их получают из растений методом горячего и холодного прессования. Это, так скажем, ликбез. Они бывают двух типов. Первые – твердые, так называемые баттеры. Их сейчас очень часто используют в уходе за телом. Вы знаете, баночки с баттером сейчас разных ароматов стоят на полках и продаются очень активно. Они состоят из насыщенных кислот и к ним относятся кокосовое масло, масло какао, пальмовое масло, масло ши и, по-моему, масло манго. Второй тип – это жидкие, жирные масла жидкого типа. Они состоят большей частью из ненасыщенных жирных кислот. И из наличия в них молекул двойных связей, они очень быстро окисляются, чувствительны к действию микроорганизмов, нагреванию и солнечному свету. Поэтому все средства из таких масел нужно хранить в холодильнике и, желательно, в темном уголке с плотно закрытой крышкой, чтобы они хранились дольше. К ним относятся оливковое масло, масло авокадо, масло жажаба, абрикосовое, шиповника, касторовое, органовое и облепиховое масло. Каждое масло, которое я перечислила, обладает своими уникальными свойствами. Масло активно смягчает кожу и делает ее напитанной. Это происходит благодаря способности проникать в кожу гораздо глубже привычного ухаживающего крема. Они, по сути, ценный источник комплекса витаминов, растительных антиоксидантов и незаменимых жирных кислот. Поэтому кожа их очень любит. При использовании в уходах за лицом они активно борются с мимическими морщинами, способствуют разглаживанию и напитыванию кожи. Большинство 100% натуральных базовых масел можно наносить на кожу, не разбавляя, а практически в чистом виде. Но будьте аккуратны. Те, у кого есть склонность кожи к появлению черных точек и прыщиков. Масла закрывают поры и могут способствовать к усилению этих процессов. Но есть среди всех масел и исключения. И это мое любимое органовое масло. Оно подходит даже для проблемной кожи. Даже для тех, у кого очень часто появляются воспалительные элементы или черные точки. Для сухой кожи при экземах, раздражениях подойдут масла следующие. Это миндальное масло, это абрикосовое масло, масло авокадо, виноградные косточки, жажаба и ростков пшеницы. Они лучше всего питают и регенерируют кожу. Для жирной и склонной к воспалительным процессам кожи полезны следующие масла. Это виноградная косточка. Оно быстро впитывается и оказывает суживающие поры действия. Этим мне оно нравится очень. Дальше абрикосовое масло и масло зверобоя. В чистом виде не используйте эти масла. А добавляйте всего лишь 10-20% в ваш уходовый крем, например. При дряблой или увядающей коже эффективно масло из авокадо, также ростков пшеницы и жажаба. Жажаба стоит на последнем месте. Гораздо полезнее использовать смесь из разных масел, подходящих к вашему типу кожи. К примеру, можно смешать масло виноградной косточки вместе с маслом авокадо и добавить туда масло ростков пшеницы. Разбавляем это все один к одному, то есть по равным порциям и по равному количеству. Эта смесь просто бомба. Я достаточно часто пользуюсь ей на протяжении какого-то периода в виде курса. Переходим к эфирным маслам. Что это и чем же их едят? Эфирные масла это летучие, жидкие, многокомпоненты, органические вещества. Надеюсь, сейчас вас не сильно загрузило. Рассказываю, они, как вы понимаете, содержатся в растениях. И нужны они растениям для того, чтобы издавать разные приятные ароматы. Эфирные масла могут быть как натуральными, так и химическими. Нам, конечно же, больше всего подходят натуральные. Химию я вообще не люблю и не рекомендую ей пользоваться. Их прелесть в том, что активные вещества эфирных масел обладают высокой степенью проникновения в вашу кожу. Поэтому знающие женщины используют их для того, чтобы заботиться о своей красоте. Также они имеют очень сильные физиологические и фармакологические свойства. Вы наверняка слышали, что с помощью эфирных масел можно даже лечить разные болезни. Если базовые, обычные, классические масла допустимо наносить на кожу в чистом виде, то эфирные масла, конечно же, нет. Они являются очень активными и в чистом виде могут спровоцировать покраснение кожи, либо даже ожог. Чтобы использовать их грамотно и безопасно, нужно добавлять эфирные масла в подходящую основу из вашего крема, либо базового классического масла. Именно поэтому я в самом начале рассказала вам о базовых классических маслах, которые вы используете как в питании, так, возможно, и для ухода за красотой. Консистенция эфирных масел должна быть примерно следующая. Это 1-2 капли эфирного масла на 10 капель основы, либо крупную горошину вашего масла. Базовые масла помогают доставить компоненты эфирных масел в глубокие слои вашей кожи. И даже в кровь, и даже в лимфу. Поэтому их еще называют несущими или транспортными маслами. Круто? Да ведь? А вы знали вообще об этом? Хотите, кстати, пару рецептов для красоты с чудо-маслами? Надеюсь, что да, поэтому рассказываю. Итак, приготовьте лист, ручку, бумагу, чтобы записать эти рецепты. Потому что я уверена, что какой-то из них подойдет именно для вашего типа кожи. Итак, первый рецепт. Перед применением, кстати, эфирных масел нужно определиться с типом кожи и целями, которые вы хотите достичь. Поэтому проанализируйте, вспомните, какая у вас кожа. И сейчас я вам рассказываю. Начну с нормальной кожи. И для решения задач для этой кожи, а в целом это улучшение цвета, а также тонизация кожи, подходит лучше всего масло можжевельника, лимон, розмарин и герань. Герань, если честно, вообще масло на любителя. Ну, из-за характерного запаха. Ну, а вот лимон очень даже нейтрален. И мне он очень нравится. И к тому же он может помочь вам утром взбодриться, если вы добавите, например, пару капель в утренний ваш уход. Если нужно успокоить кожу, а также сузить поры, то вам следует использовать масло мята, жасмины, ромашки, иланг-иланг, розы и бергамот. Также подойдет и масло чайного дерева. Разглаживают морщины, опять же, такие масла, как лимон, апельсин и роза. Есть ли среди вас любительница масла роза? Я, например, просто обожаю этот аромат. Говорят, что только женщины, обладающие высокой степенью женственности, могут любить этот аромат и запах. Кстати, напишите в комментариях, какие ароматы нравятся вам. Я запишу потом на основе ваших ответов видео, где разберу психотипы по вашим предпочтениям в ароматах. Это, кстати, тоже очень интересная тема. Можно сделать средство для очищения вашего лица. Оно будет иметь эффект пилинга. Поэтому для того, чтобы добиться результата сияющей кожи, вам понадобится 15 мл основного масла, практически любого, которое вам нравится, и несколько капель розы, апельсина, бергамота, которые мы добавляем по 1-2 капли каждого из этих масел. Следующий тип кожи – это сухая кожа. Например, у меня именно такая. И для того, чтобы ее напитать и тонизировать, я использую масло пихты и иланг-иланга. Успокаивающими вашу нервную систему, а также вашу кожу, могут такие масла, как ромашка и чайное дерево. Также для очищения в качестве уходового средства можно использовать масла с жасмином и нейролем. Также по одной капле перемешав одно с другим. Жирная кожа требует сужения пор и понижения активности сальных желез. Для этого очень хорошо подходит масло можжевельника, мята, имбиря и чабреца. Успокаивающие масла – это масла лаванды, пачули, иланг-иланг и розмарин. Разглаживающие морщины – это масла лаванды и лимон. Для того, чтобы получить классный эффект, можно смешать масло чайного дерева с лавандой. Эта смесь отлично регенерирует кожу и выглаживает, выравнивает первые морщинки. Для смешанной кожи подойдут масла розмарина и герани. Опять же, геранина любителя, поэтому можете попробовать розмарин. Самый частый вопрос, который слышу по этой теме – можно ли заменять ухаживающий крем на масла? Я, как специалист, конечно же, отвечаю – нет, ни в коем случае. Во-первых, могут появиться прыщи, комедоны, черные точки. Я думаю, что их никто не хочет. Потому что масла имеют свойство образовывать на коже пленочку, которая не дает нормально дышать ей, препятствует выделению токсинов, а также кожного сала. Поэтому забиваются поры и появляются разные неприятности. Во-вторых, кожа становится незащищенной. Масло способно разбавлять и даже удалять кожный жир, вашу липидную мантию, защитную, с ее поверхности. При этом кожа становится более подверженной пагубному влиянию окружающей среды. Это солнце, ветер, мороз, ну и, конечно же, пыль. В-третьих, кожа теряет здоровый цвет, становится безжизненной и тусклой. Как бы это странно и удивительно не казалось, но при использовании на каждодневной основе постоянной, они склеивают поверхностные ваши клетки, которые уже являются ороговевшим слоем, и начинают мешать проникновению полезных веществ в вашем креме или даже из этих же самых масел. Некоторые масла, конечно же, способны делать пилинг-эффект и убирают ороговевший слой. Но большинство при постоянном использовании только лишь склеивают поверхностные клеточки. Только лишь некоторые делают пилинг. Это масло лимона, розмарина и лемонграсса. В-четвертых, кожа становится более сухой. И это опасно тем, что может вызвать преждевременное старение. Скажите, замечали ли вы при постоянном, длительном использовании масла, что через несколько дней вы вправду видите и чувствуете, что кожа начинает как будто бы сохнуть. Сохнуть больше даже, чем раньше. А все потому, что длительное использование масел вместо крема нарушает дыхание кожи, обменные процессы в дерме и провоцирует обезвоженное состояние кожи. Кожа становится как бумага. Я ее называю пергаментная кожа. Поэтому масла это крутая вещь, но пользоваться ими постоянно нельзя. И делать это нужно, конечно же, с умом. Их можно использовать курсом в качестве масок. Делать это один или два раза максимум в неделю. Их также можно использовать как основы для массажа, для лица или для тела. При этом обязательно нужно, если вы используете на лицо это масло, обязательно нужно смывать после процедуры. На этом у меня сегодня все. Мы с вами разобрали, что такое классические базовые масла, зачем они нужны, что такое эфирные масла, как ими пользоваться для достижения красивых результатов. Ну и в завершении я вам рассказала, почему от, как бы казалось, полезных масел, получается обратный эффект. Что ж, еще я хочу вас пригласить на мой прекрасный курс, который называется «Преображение». В нем я рассказываю много других лайфхаков и рецептов по красоте, и на него я оставлю ссылку внизу. Конечно же, фундамент и база этого курса является гимнастика для лица, которую я люблю и практикую сама практически каждый день. Ну и, конечно же, не пропустите следующий выпуск. В нем я подготовила информацию об уходе за зоной глаз, а именно зона под глазами. Расскажу вам о патчах и других рецептах красоты. А еще в инстаграме я запустила ряд постов на тему красоты области глаз, как избавиться от морщинок, припухлости, приподнять верхнее веко и все остальное. Поэтому, если вы еще не подписаны на меня в инстаграме, я очень буду рада дружить с вами и там. Оставлю ссылку под этим видео. Обязательно заходите и подписывайтесь, читайте эти посты. До новых встреч с заботой о вашей красоте Юлия Саифулина.